Вы наблюдаете завершение конкурса на лучший тяжелый огнеметный взвод войск РХБ защиты. На Шаханском полигоне собрались лучшие огнеметчики вооруженных сил с четырех военных округов и воинских чтений посредственного подчинения. Участники конкурса уже прошли три этапа. Они проверили свои теоретические знания, преодолели огненно-штурмовую полосу, выполнили стрельбы из стрелкового оружия. И вот в заключении самый сложный этап – действие боевых машин тяжелых огнеметных систем. Участники состязаний должны были показать на практике, как ведется подготовка к стрельбе и огневое поражение цели. Подготовка к стрельбе включает заряжание боевой машины, выход на огневую позицию, занятие огневой машины, огневую позицию, его ориентирование, ну и непосредственно огневое поражение. В удаленность до цели 5,5 километров. Каждому экипажу предоставляется два неуправляемых реактивных снаряда. По результатам первого выстрела производится корректировка стрельбы командиром взвода и по результатам второго выстрела цель, как правило, поражается на 100%. Тяжелый огнеметный взвод состоится из отделения управления, экипажа боевой и транспортно-заряжающей машин и отделения огневой поддержки. Все они должны действовать сообща, чтобы выполнить условия состязаний. Для поражения цели даются две попытки. Первый выстрел пробанный, второй идет в зачет. Кроме этого, учитывается и время выполнения задания. За всеми действиями участников наблюдают судьи. Я, как старшая группа контроля, оцениваю попадание снарядов в цель. Проводится уже эти состязания второй раз, но с боевой стрельбой только первый раз. На нем мы проверяем готовность экипажа к заряжанию, выходу на огневую позицию, привязке и, соответственно, стрельбе. И точность этой стрельбы. Ну, я считаю, что это состязание важно. И оно, как бы, показывает готовность наших войск к выполнению задач по предназначению. Конечно, некоторым командам было проще выполнять задания, ведь в данном случае все зависит от практических навыков. К примеру, команда мобильного соединения РХБ защиты из Шихан постоянно практикуется на полигоне. А другие команды, не имея полигонов, стрельбы проводят редко. Наверное, поэтому ребята из мобильного соединения показали лучшие результаты. На втором месте команда Центрального военного округа, на третьем – Западного.